Да, я профессионал-врач, и этим занималась очень многие годы. У меня была своя клиника. В официальной медицине я проработала не полных два года. Я поняла, что таблетки назначать я не могу, потому что как неврологу, а я врач невролога, как иначально, приходили люди уже после терапевта, после кардиолога. У меня уже было в арсенале выписано штук 10 таблеток, и назначать 11, 12, 13 я просто не могла. Ну какая печень, выдели кто, столько таблеток. И когда они будут взаимодействовать с миусовой, я тоже не понимала. И в принципе я так была расчарована и лёгла. Но пришла снова к лицу, когда я познакомилась с биологической кинодопадной, честно сказать. Я начала уникать, кто это такое. Да, я поняла, на рынке очень много, их со временем появилось. И реально они дают нам помощь, большую помощь. И есть очень качественные, творческие, активные добавки, которые нам помогают восстанавливать те или иные нарушения у нас в организме. И в этом я добилась очень большого успеха. У меня была собственная клиника, она процветала. Было очень много пациентов, которые ко мне приходили. Ух, и слабо пошла бы мне в городе, и в принципе я была завалена работой. Но со временем я начала себе задавать вопросы. Как бы так, я кого-то восстанавливаю. Да, всё нехорошо. Но с течением времени, через полгода или через год, они ко мне снова приходили. И почти с такими результатами. Я, как нормальная мысльщина, задавала себе вопросы. Почему? Мы же всё восстановили. Мы прошли эти терапии, мы прошли противовирусную сосудистую и так далее. Почему же они ко мне снова приходят? В чём дело? И ответ ко мне пришёл тогда, когда я познакомилась с продуктами, которые называются трансфер-факторами. Речь на свете идет о ней. Кто же это такое? Слово «трансфер-фактор» или в переводе «факторы переноса» пришли к нам от доктора Хернда Лоуренса. Это американский доктор, который выяснил, что в крови есть маленькие молекулы, и они способны передавать информацию о тех заболеваниях, о тех инфекциях, которые человек имеет или перенёс. Эти маленькие молекулы ставят буквально из 44-х амин-кислов. Это полипективная цепочка, и она настолько мала, что она хорошо проникает через лесистые, через кожу и так далее. И впоследствии выяснилось, что трансфер-факторы есть не только в крови, у каждого и человека, и млекопитающихся, и у всех живых существ, у кого есть вообще полетие крови. И впоследствии их выявили в большом количестве молозий. То есть и в молозии женщины, и в молозии животных есть в большом количестве трансфер-факторов. И я об этом хочу остановиться отдельно немного, потому что те трансфер-факторы, которые есть в молозии, они принципиально намного отличны от тех трансфер-факторов, которые есть у нас в крови. Как я уже сказала, это маленькие молекулы, полипективные цепочки, они позволяют нести информацию, информацию из одного поколения, от одного вида другого. То есть трансфер-факторы вида не специфичны. Они совершенно одинаковы. Что у животных, так и у человека. Так вот, что оказалось? Оказалось, на сегодняшний день, как вы, наверное, замечаете, каждое поколение у нас по здоровью все слабее и слабее. Мы это замечаем. Но это понять, в чем причина, было немного слабовато. То есть любой грамотный доктор, в принципе, здравомыслящий человек себе задает этот вопрос. И оказалось, что был один очень большой, я бы сказала, геноцид, очень большой промах в нашей истории, когда в 1914 году в Европе, в России с 1922 года приказом с наркома было запрещено прикладывать к грудину в родину детей. И весь иммунный статус, весь иммунный опыт, накопленный тысячелетиями, он был прерван. Тот генетический, накопленный, генетическая базовая иммунная память, она была потеряна. И последующие поколения не получили его. И иммунная система, не получив, как образно можно перенести с языка программистов, программное обеспечение для собственной иммунной системы, они имели уже иммунный статус с собственной иммунной системой гораздо ниже. Так вот, по статистике, как ученые выяснили, у вполне здорового современного человека иммунный статус ниже нормы в 4-5 раз. Если взять у той обезьянки, которые не знали этого приказа, которые не знали, что молозивый, оказывается, не делал молоко, его не надо прикладывать, то есть давать малышу, они об этом не знали. Так сама корова не знала об этом. И они все передавали этот иммунный опыт последующему поколению. И теперь у той обезьянки иммунный статус выше, чем у человека в 4-5 раз. измеряется в единицах активности натуральных клеток киллеров 150-200 единиц. А у вполне здорового человека, как я уже говорила, всего лишь 30-50 единиц. И что же говорить о тех, у кого уже констатируются какие-то хронические заболевания. У тех еще ниже. Так вот, нашему счастью ученые выяснили, что есть такие моменты, называемые хранцкарфактой, которые как раз нам позволяют повысить этот иммунный статус. Мало того, в официальной медицине хранцкарфактуры появились как лечебное средство в 1985 году, когда в Большой медицинской энциклопедии появилась эта информация. Там говорится, что хранцкарфактуры дают великолепный клинический эффект при всех вторичных иммунных дефицитах и при всех онкологических заболеваниях. Но там и написано, их применение ограничено в силу их дороговизны. Да, действительно, наркоофициальная медицина до сих пор применяет хранцкарфактуры, выделенные из препаратов крови и из кровевых водных. Стоимость таких продуктов достигает до 400 евро за 100 мг. но конечно просит записать это. Так вот. Было-то понимание на прихватовании сразу. И я хочу с этим действительно с вами поделиться сегодня. поделиться, как я уже сказала, своим счастьем. И хочу это знание передать вам. У нас есть возможность сегодня получать трансферфакторы, приобретать их то, что дает компания Холайф Ресердж за 100 мг. За примерно 10 рублей. Так в официальной медицине трансферфакторы, которые получают из крови, достигают до 400 евро. Вот российский препарат, он афеноликин, афеноликин называется, стоит полтора тысячи рублей за 100 мг. трансферфакторы, афеноликин и трансферфакторы, афеноликин и трансферфакторы. Но прогрессивные доктора уже поняли ценность прикладывания груди на родственных детей, но на сегодняшний день так и если мы прикладываем груди наших малышей, то уже есть создалась такая ситуация, что передавать то нечем. то есть то, что мы не получили от наших бабушек и прабабушек, оно нам не передалось, а за два-три поколения мы имеем. Почему у нас такая ситуация? Так вот, я немного хотела, так как тут уже много людей, тех, которые знакомы с трансферфакторами, и особенно для них, я хотела еще раз напомнить, как у нас вообще развивается иммунная система. Когда ребенок только-долго ратается, у него еще нет приобретенного иммунтента, то есть его иммунная система настолько слаба, что бороться с какими-то инфекциями, которые кстати сразу к нему поступают. Мы в основном рагаем в больницах, а там очень много натрепачивающих больничных инфекций, а еще у нас есть лоргения, по которой мразеного ребенка сразу первые три дня делают прививку до церкви. То есть абсолютно беззащитному ребенку вносят так называемую вегаленту вакцину инфекцию, с которой она как-то должна побороться. А как? Каким образом? Так вот, если вы так начали гравию, как у нас развивается иммунная система, то можно вот допустим при природине совсем на ноги не бывает, есть ворозненный момент, поэтому вот где-то выше нуля присутствует активность иммунной системы, но со временем ее активность намного повышается благодаря тимусу, и тимус у нас развивается вот таким образом. Годиком 15-16, когда у нас идет пубернатный период, иммунная система достигает нашего максимума. Далее, после 20-25 лет она начинает активно падать, и где-то к 30-35 годам она идет опять в таком расстоянии практически, ну чуть-чуть выше, образован всего их, но вилочковая вреза у нас неизменно гасает, и поэтому к возрасту 65-70 лет она уже у нас составляет всего лишь 3 грамма, а в пубернатный период это 45 грамм, и свою функциональную активность она уже в этом возрасте не несет. Почему доктора Константин такой факт называется феномен возрастного парадокса, когда иммунная система, способность иммунной системы противостоять разным инфекциям и разным внешним и внутренним водителям резко снижается, но вероятность появления всяких аллергических и аутоиммунных реакций резко возрастает. Почему мы много встречаем генщин, особенно генщин с ферматоидами атритными, с системой красной волчанкой и очень много аллергических реакций только потому, что идет в языке медицинской инверсии и идет вот такое нарушение функции иммунной системы. если мы с детства начинаем давать трансфакторы я уже вам говорила это идентичные родные нам молекулы то есть трансфакторы в организме синтезируются двумя путями первое всю жизнь синтезируются наши иммунные улетки называемые лимфоциты и второе они синтезируются когда мы рогаем то есть они большого количества синтезируются в молозе и трансфакторы можно давать прямо с рождения к этому мы только вернемся если мы с рождения даем детям трансфакторы то иммунный статус этого ребенка будет практически аналогично природному то есть с первых дней мы ему даем все программное обеспечение для его работы и хотел еще такой момент сказать помните я ему говорила о разности мы как-то быстро перешли на разность трансфакторов полученных из молозива коров и препаратов крови как-то так сразу заикнулись на цене а на самом деле огромная разница их в том как они действуют так вот трансфакторы полученные из молозива а потом появилась технология получения их из очень дешевого продукта называемого желток куриных яиц вы все знакомы с таким продуктом да так вот то есть правда с медицем куриных а трансфакторы которые получают по уникальной технологии которая запатентована и имеет только компанию for life research по этой технологии мы получаем комплексный состав трансфакторы то есть если мы принимаем трансфакторы этой компании то есть полученные из молозива коров пихот куриных яиц то мы получаем сразу одновременно несколько активных фракций если в препаратах крови есть только в основном антиген специфическая фракция то есть та фракция которая несет информацию о каких-либо инфекциях антигена то в молозиве вырабатывается еще дополнительно две фракции трансфакторов это так называемые индукторные и супресные фракции индукторные фракции это фракции которые помогают нашей иммунной системе работать гораздо быстрее активнее скорость иммунных реакций заставит настолько быстро что если у обычного человека после того как он подхватил допустим вирус гриппа идет реакция со стороны организма и вырабатываются антитела против этой новой инфекции через 72 часа то есть на вторые на третьи сутки то принимая антифакторы с первых дней с первых минут вернее у нас константируется наличие антител против этой инфекции уже через 6 часов чувствуете разницу то есть заметив какие-то признаки того что мы подхватили какой-то вирус мы сразу начинаем активно применять трансфакторы и уже мы не успеваем заболевать иммунная система встает на защиту и эта новая инфекция не успевает дальше развиваться ее сразу инактивирует наши иммунные клетки здорово здесь очень много людей которые просто забыли когда вообще последний раз болели так вот записываю вот здесь плюс дополнительно есть еще индукторная фракция и супрестная фракция вот об этой фракции хотела еще чуть-чуть остановиться что это такое супрестная фракция это та фракция которая позволяет опять же в языке программистов нашей вилочкой вежливей получить правильную программу работы то есть тимус у нас несет ответственность за обучение темпоцитов вот в тимус приходит предхедственник темпоцита и когда тимус получил вот эту супрестную фракцию вот так нарисуем вот он получает тимус правильно работает и отсюда выходят очень грамотные профессиональные темпоциты так вот если ребенка не приложили в первые часы а самое огромное количество этой фракции идет именно в первые часы и в первый день запомните пожалуйста не на следующий день не через два дня а именно в первые часы то тимус не получает программное обеспечение и тимус не способен обучать и выходит т-лимпоциты недообученные недообученные и развивается диатеза много знаете детей которые имеют диатезу сплоферят то есть практически забыла детей у нас нет те же самые аллергии и аутоиммунные процессы важность применения в таких случаях трансферфакторов с первых дней ребенка ребенка он родился с первых дней она огромна кроме этого пользуюсь моментом хочу сказать что трансферфакторы это уже практика позволяет завершить незавершенный онтагнез по-русски говорю завершаются уже после того как родился ребенок те процессы которые должны были завершиться внутриутробно например незвращение обального окна говорят порог в сердце у ребенка вот этот порог бесследно исчезает много таких процессов которые сейчас в нынешних условиях не успевают сформироваться у плода сейчас очень много против временных родов и в этих случаях всегда необходимо давать ребенку трансферфакторы далее вот касаясь морозенок это очень такая для меня трогательная тема мне очень нравится маленьких детей которые сами страдают и родители страдают от всевозможных проблем со здоровьем делом в том что практически сейчас нет детей которые бы не получили это доказано как травму трансфер и при нормальных проводах дети получают так называемую бордовую травму это сказывается в последствии сколиозами головными болями или другими применениями могу сказать если вы с первых дней даете морозеному малышу можете сначала классический трансфер и впоследствии перейти на это все очень запасно то вы предотвратите развитие таких осложнений и сколиозов и мурхеник кровоощения там ну очень много всяких последствий вы поняли да возвращаясь к обедению к состоянию мох иммунстилу могу сказать что огромное счастье что мы имеем возможность восстановить иммунный статус нашего организма до природы нормы не прибегая к чему либо другому в принципе и других средств нет природа нам дала возможность восстановиться дала ханс стать здоровыми и кроме того сохранить свое здоровье как я сказала это абсолютно природное средство человек его не синтезировал он просто научился его в чистом виде получать из природных продуктов то есть из молозива его получает из молозива коров и желтков или иных яиц и благодаря этому мы имеем возможность не просто сохранить здоровье но и восстановить уделенное здоровье как это получается мало того вот допустим мы уже в таком возрасте что мы не успели нас не успели поймить с первых дней да вот мы где-то вот здесь находимся все здесь сидящие но в районе здесь что-то я не замечаю кто-то обещал кстати вот так вот мы сегодня принимая трансферфакторы кто-то вот здесь кто-то вот здесь в любом случае мы повышаем свой иммунный статус постепенно постепенно пусть это не сразу но поверьте вот до этого уровня хотя бы приближенно до природной нормы мы имеем возможность повысить свой иммунный статус у меня написано кандидатская диссертация она связана именно с трансферфакторами просто нет времени защиты наверное сделаю исправление так вот нам посвящена тому как рахал называется тема применение воздействия трансферфакторов при токсических гепатитах проверяется это все на крысах естественно не на шалейке человек люди не стали ну да так вот оказалось мало того что клетка печени рахал устанавливается мы выявили такое побочное в кавычках действие трансферфакторов даже у старых крыс которые получают трансферфакторы Тиму стал лучше чем у молодых то есть вилочковая вреза которая отвечает помните за обучение иммунных клеток она стала гораздо по массе более да большая по массе и она функционально стала была активнее это все подтверждено на гистологических срезах ну и активность этих крыс пожилых в плане увеличения противоположного пола она была заметно выше чем молодость вы понимаете да применяйте трансферфакторы называется и оставайтесь молодыми и красивыми так вот в заключение не буду я долго утомлять я поделюсь еще таким такой информацией которая я думаю что усилить ваше понимание счастья от того что мы знаем о таком продукте дело в том что трансферфакторы это не просто биологический активный добавок просто ее назвали так но другого имени названия не нашлось помните я свое представление начала именно с этого понятия я специально это сделала так чтобы вы поняли на самом деле что такое трансферфакторы трансферфакторы я уже сказала здесь в официальном целях его называют леконор афинликин и так далее но трансферфакторы получаемые из молозива коров и рыбков и куриных яиц они просто сертифицированы через институт питания молозив лекарства и гладческие кмдобавки отличаются в тюрьме сейчас очень много так называемых лекарств которые в себе несут именно органическое начало это экстракт это тракт это допустим анаган тот самый чистый экстракт генебелок он называется лекарством так вот трансферфакторы получили сертификацию через институт питания именно трансферфакторы компании флэйп трансферфакторы в отличие от всех других биологически активных добавок трансферфакторы абсолютно отличны отличны от всех продуктов что есть на рынке почему я думаю что многие знают ответ потому что все остальное все биологически активные добавки они созданы человеком человек научился их экстрагировать компоновать какие-то делать прописи составы и так далее и только трансферфакторы я говорю об основных тех где тех продуктов наших где есть только трансферфакторы и только трансферфакторы человек не создавал его невозможно создавать человек научился их получать Природа дала такую возможность. И так как это самая родная нам молекула, как говорит наш любимый академик Владимир Плач-Италий, это единственная белорусская активная добавка, ну так ее назвали, которая не вызывает реакции со стороны нашего организма. Но никакой. Потому что трансфер-факторы только несут информацию, а информация никогда не бывает лишней, а только бывает, так как это полезная информация для всех нас. И отношение и работа с этим продуктом, она в корне отличается от работы со всеми другими. Так вот, когда мы рекомендуем или делимся этими знаниями с другими, мы это делаем с такой уверенностью, с такой вот состоянием любви и счастья, что да, у нас есть возможность мало того, что сохранить здоровье, а еще восстановить здоровье. И это мы делаем с тем продуктом, который никогда не дает никаких отрицательных действий. Все какие-то проявления, которые бывают у тех людей, которые начинают вот с этого периода, вот не с этого, это происходит только потому, что идет работа иммунной системы. И те инфекции, которые у нас годами сидят, они же как планы выйти, они идут через иммунный процесс. Тот же самый воспалительный процесс активизируется и так далее. И как поступать в таких случаях, это, конечно, отдельная тема, мы можем это подсказать, но в принципе, вы никогда не наблюдите своему организму. Кроме пользы нет ничего. И многие-многие уже миллионы людей благодарят компанию за этот продукт, который они сделали и отстояли у фармер-фирмы. Потому что было очень сильное давление, хотели бы выкупить. А если бы выкупили, то для нас было бы очень дорого. И не факт, что не было бы поделки. Понимаете? И поэтому сегодня я с такой радостью делюсь с вами такой информацией. Спасибо вам за внимание. Напоследок просто один пример. Помните, я говорила, что фарфакторы могут применяться с детства? Прямо с первых... С нуля в минуту? Да, с нуля. С первых минут можно сказать жизни. Дело в том, что родная нам племянница родила ребенка и позвонила на третий день с проследанием и сказала, что она родила одниши лимоней, у меня и далища, и ребенок получил достаточно сильную травму в природах и была большая гматома. Все это подтвердилось на снимках. И доктора сказали, если ребенок выживет, то будет полное растение. Ну, 10-10. То есть выживет, ситуация не очень хорошая, да? А не выживет, то не хорошая. То есть она уже не знала, куда деваться от такого вердикта. Я спрашиваю, а какое у нас есть взаимодействие ребенок при реванимации под аппаратом искусственного дыхания? Она ему говорит, мне позволяет стервить молоко и кормить ребенка. Ну, здорово. Ну, и сразу. Я думала, она начала сразу в молоте, молоко, что она стервовала для ребенка, высыпать сразу три капсулы Эдданса. Понимающие люди понимают, что это такое. На каждое кормление три капсулы Эдданса. Через две недели ребенка переводят в обычную палату, ну, переводят в патологию на врачу. Оттуда в скором времени, по-моему, 10 дней, когда выговорили, не выговорили, его просто выписывают в ребенка. Когда перевели в отделение патологии на врачу, на снимках ничего не обнаружили. Две недели сегодня. Да, и ребенок спокойно дышал и так далее. А когда они пришли на участок в участковом неврологии, там, неврологически больной, доктор сказал, это вот я недавно узнала, вам, сказал доктор, ребенку подменили. Это не ваш ребенок, он не может быть таким. То есть, этот ребенок был сам здоровый, что вообще она встречала на участке. И он сейчас, выжив здоров, развивается замечательно. Это просто такой очень осознанный маленький человечек. Спасибо вам за внимание. Спасибо.